Раз-два, 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 раз-два встали. Ассалам алейкум, друзья! И мы прилетели в солнечный Узбекистан. А сейчас вопросик по географии. Давай. Узбекистан – столица чего? Ох, Настя. Ребята, в общем, мы прилетели в столицу Узбекистана – Ташкент. Как-то так. Неловко получается как-то. Давай монеточку подбросим и разойдемся. Орел. Решка. Ну, Евсеюшка, Одиссеюшка, Енисеюшка, открывайтесь. Я теперь Евсея Безлимит. Кажется, это ваше? Это ваше. Не самая лучшая сделка в моей жизни, но что поделать. Пока-пока. Заканчивается посадка на рейс 556. Ой-ой-ой, как не вовремя. У меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Тэнкью. Это же покер-матч. Здесь победитель получает все. Ха, а вот и фулл-хаус от Настюшки. Другое дело. Узбекистан долгое время был закрытый для туристов страной. Пять лет назад мы пытались сюда попасть, но команду Орла и Решки не пустили в Ташкент. А пару лет назад узбеки решили, что хватит прятать такую красоту и открыли двери для Орла и Решки шопинг. Всем привет! Сувениры у нас отсюда уже есть, теперь можно и попутешествовать. Так что, привет, Ташкент! Нормальная кучка. Больше всего не навижу ждать. Хотя с другой стороны ждать можно с пользой. Сыграю пока в покер на покер-матч. И интересно, и полезно. Смесь математики и психологии – настоящая прокачка для мозга. Вот это всегда такой волнительный момент, когда ты идешь встречать свою дорогую тачку. Каждый раз пытаешься угадать, это что-нибудь спортивное или представительское. Роллс-ройс фантом. Представлений не нуждается. Это самый роскошный автомобиль в мире, доступный только олигархам, шейхам и президентам. В смысле? Почему она так открывается? Тут, чтобы дверь закрыть, отдельная кнопка. Офигеть, это ж какой-то космический корабль, а не машина. Посмотрите, как интересно. На дорогах машины только местного узбекского производства. Равоны, Некси, Матизы, Дамасы. Только я один как дурак на Роллс-ройсе. Все потому, что тут решили поддержать узбекский автопром. Для этого придумали просто драконовские пошлины на ввоз иномары. Чтобы доставить сюда мой Роллс-ройс за 150 тысяч долларов, сверху нужно доплатить как за полтора Роллс-ройса. В Ташкенте 100 баксов на 2 дня – это настоящее богатство. На секундочку, это примерно половина средней зарплаты за месяц. В общем-то, друзья, не знаю, что там Евсея радуется и ликует золотой карте, потому что Узбекистан – страна недорогая и со 100 долларами здесь можно круто провести уикенд. Все, жили бедно – хватит. Где тут у вас такси? А можно узнать расценочку такси до центра города? До центра города может 15-20. 15? За 12. 12 500. У вас что-ли? Да, конечно. Нет? Да? Да? 12 500? Ну я же говорила. За каких-то полтора доллара туриста быстренько доставят в центр города. Ну и кто, как не таксист, может посоветовать, куда пойти и что делать в Ташкенте? А простите, как вас зовут? Мурат. Мурат? Это мое любимое узбекское имя. Расскажите, пожалуйста, куда можно сходить и что можно поделать бюджетному туристу, у которого не так много денег с собой? Парк и водопад. Хороший. Мурат, скажите, а где лучше попробовать плов? Центр плова в Телебачке находится, основные туристы туда ездят, там большой казах и ассорти плова. Вызов принят. В Узбекистане человека с золотой картой ждет проблемка. Оказывается, тут не дружат с безналом. И предпочитают старую добрую наличку. Вот что говорят отзывы туристов. В Ташкенте с банкоматами проблема. Снять деньги с банкомата или воспользоваться кредиткой крайне сложно. Проблемы с банкоматами, их почти нигде нет. Поэтому первое, что должен сделать миллионер, который только прилетел в Ташкент, это снять побольше баблища. Так, вы меня тогда дождитесь, я быстренько поменяю денежку, а вы в любом случае меня дождитесь, иначе я вам не заплачу. Друзья, вы представляете, здесь практически миллион. Ну 800 с чем-то тысяч, но все равно посмотрите на эту пачку. Да, это я какие-то две тысячи долларов снял. Здесь самая мелкая купюра – тысяча сумм. Местные до сих пор ходят на рынок с пакетами денег. Нормальная кучка. Чувствую себя реально каким-то богатым рэпером, что ли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, приехали. Ташкент – это столица бывшей Советской Республики, так что здесь в принципе все похоже на наши города. Девятиэтажные панельки. Типичная советская гостиница. Наверное, в каждой столице есть гостиница с названием страны. Отель «Узбекистан». Советский Союз даже на дорогах. Ну вот сами посмотрите. Гуляя по современному центру Ташкента, кажется, что город очень молодой. И только когда натыкаешься на памятники, древние медресе или старинную мечеть, понимаешь, что у него уже почтенный возраст. Местные говорят Ташкенту больше двух тысяч лет. Не знаю, как там весь город, но центр комфортный. Широкие проспекты. Много зелени. Нарядная архитектура. Ташкент переводится как каменный город. И все, наверное, знают, что летом здесь очень жарко. Да и вообще здесь всегда очень жарко. Поэтому спасаются люди вот в таких вот чудесных парках, где есть хоть какой-то тенечек. И все было бы хорошо, если бы такие парки, где много-много деревьев и много-много тенечка, огромное спасение как для местных, так и для туристов опять нам свистят. С фотоаппаратом ты не прогуляешься по парку. А почему не разрешают с него? Ну потому что здесь не написано, что мы можем съемать здесь. Я объясняю, что это просто такая программа, где все скрывается, они не понимают. Не зайдешь в метро. Будут проблемы на рынке. Так что если соберетесь в Ташкент, тренируйте память. Снять вам здесь нормально не дадут. Так что придется запоминать. Но фото, но видео. Но фото, но видео, Саша. Но фото, но видео. Ташкент – это большой и современный город. Но для туриста мало интересен. В Узбекистан все едут, чтобы посмотреть на его старинные города. И поэтому я отправляюсь в Самарканд. Самарканд – один из древнейших городов мира. Все дороги Великого Шелкового Пути вели караваны именно сюда. Самарканд будто сошел со страниц сказок Шехерезады. И сегодня нас ждет путешествие в эти далекие и великие времена. Когда ты со ста баксами в Ташкенте, можно смело забыть про слово «хостел» и вспомнить старое доброе «хотел». Отель «Сильвер» внешне похож на придорожный мотель на трассе Киев-Полтава. Но посмотрим, что внутри. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы номерок в комнатку. Как раз у нас есть один свободный номер. Четырехместный, но мы вам как одноместное продвижение. Стоит в суммах 218 тысяч 500 сон. Это в долларах вас обойдется 26 долларов. Друзья, с учетом того, что в разных странах мира мы платили 26 долларов за койку, а тут у меня целый номер еще с четырьмя кроватями. Я считаю, что это прекрасный тост, надо брать. Утомительная эта работа, конечно, деньги пересчитывать. Во-первых, надо снять обувь, здесь везде ковры. Ну господа, я считаю, что жизнь удалась. Бордовый ковролин с золотыми узорами. Покрывало под бархат. Кондиционер, телевизор, шкаф. О, а я такая думаю, дай гляну, как же там за окном-то. Как же солнышко ясно светит или луна, так сказать, блестит. Ну ничего, зато аж четыре кровати. Вот эта кроватка будет для меня. А вот эта Санечка кроватка будет для тебя. Вот эта кроватка будет для рюкзачка. А четвертая кроватка будет… Пускай здесь лежат мои деньги. Вот так вот. За три часа Роллс-ройс домчал меня в древний Самарканд. Спасибо. На древней карте мира не было города главнее – Самарканда. Он лежал прямо посередине великого шелкового пути. Караваны со всей Азии везли ферганских коней, полудрагоценные камни из Таджикистана, ковры из Турции и, конечно же, китайский шелк. А купцы из Европы тратили мешки золота на экзотические покупки. Тут крутились не просто деньги, а деньжище. Богатое поселение – вот как переводится Самарканд. Если Самарканд всегда был центром шелкового пути, то площадь Регистан – его сердцем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шестьсот лет назад здесь правил Амир Тимур. Он желал одного – чтобы о нем заговорил весь мир. И тогда он приказал построить самую красивую столицу мира, не жалея никаких богатств. Снаружи отделывал мозаикой. Посмотрите, роскошь просто в каждой плиточке, в каждой мозаике. А внутри – чистым золотом. Такое ощущение, что здесь даже воздух золотой. Площадь Регистан возводили самые именитые мастера со всего мира. Тогда не было самолетов, поэтому плиточника или мозаичника из Китая или Турции приходилось ждать по несколько месяцев. В те времена не было строительных кранов и плиточных заводов. Все делалось вручную. Так что заканчивали строительство уже внуки Тимура. Даже в 21 веке эта площадь поражает своим величием. Ташкент Если вы приехали в Ташкент, нужно обязательно узнать о местной особенности – махаля. Махаля – это община. Раньше их создавали ремесленники, чтобы вместе отбиваться от врагов, вместе строить жилища и делиться едой. Такие общины сохранились до сих пор. Махаля – это обычно одноэтажные районы вокруг города, которых домикам под сто лет. Здрасте. Все такие приветливые. Здорово, пацаны. Хай-хай. Как будто идешь по такой огромной-огромной коммунальной квартире, где огромный коридор соединяет двери, за которыми живут семьи. За этими стенами хранятся сотни историй и секреты многих поколений узбеков. А вот, казалось бы, друзья, просто красивая старинная дверка. Но на самом деле у нее тоже есть своя история. Раньше, если приходил незнакомый мужчина, он стучал в правое кольцо по металлу и выходил хозяин дома тоже мужчина и, соответственно, встречал его. Если стучали в левое кольцо по дереву, значит пришла незнакомая женщина и встречала ее хозяйка дома. Туристам рассказывают, что три здания на площади – это медресе. Медресе – это мусульманские школы, где в средние века подростков учили арифметики, медицине, истории, литературе, астрономии. Но больше всего внимания уделялось религии. На втором этаже ученики жили, а внизу учились. В этих комнатках располагались учебные классы. Ну а теперь тут, как видите, сувенирные лавки. Посмотрите, какие низенькие двери. Это все потому, что здесь над каждой дверью цитата из священного писания и каждый, кто проходит, должен преклониться. Да, ребят, это не просто какая-то сувенирная лавка, это настоящий учебник истории. Вот смотрите. Из такой пиалы узбеки пьют чай, а из такой тарелки, которая здесь называется элеган, едят плов. А на таких музыкальных инструментах узбеки играют. А это чепан – узбекский праздничный костюм. Его фасон не менялся уже несколько сотен лет. А это узбекские домашние тапочки. Пупали, шипак. А это сюзанэ – традиционная узбекская вышивка. Кстати, по такой скатерти раньше выбирали невесту, а не по количеству подписчиков в инстаграме и длине ног. Медресе хоть и стали давно супермаркетами, но могут рассказать гораздо больше, чем вам кажется. Если в городе главное место – это мэрия, то в Махале – это чайхана. Только это не обычная забегаловка, а такой уютный закрытый дворик. Здравствуйте. Здравствуйте. Где старейшины каждый вечер за игрой в нарды ведут беседы – гапы. И решают проблемы Махали. Расскажите что-нибудь интересное про эту общину. Какие традиции, с чего может быть она пошла? Вот в этой Махале есть свой отец считается. И его все слушают. Как он скажет, так и было. Скажем, если хотите что-то построить – спросите разрешения. И если дадут добро – еще и строить помогут. Все вместе в Махале – это вот эта история. Кто-то деньгами помогал, кто-то, например, кирпич бронет, кто-то кровлю делал. У старейшины в Махале просто неограниченный авторитет. А он мог влиять на решение там невесты или жениха, за кого замуж выходит Женя? Вот когда, если замуж дочка выдаешь или сына Женя, махалинский вот этот председатель обязательно должен присутствовать. С тем председателем, кто и Махалин. На свадьбу нужно обязательно пригласить всю Махалю. Иначе – позор. Поэтому принято присылать одно приглашение на всех, которое зачитывается на собрании старейшин. Сегодня такая честь выпала мне. Дети наши. Уважаемые дети. Утром в семь. Утром в семь. Класс. Я на самом деле честно восхищена. Потому что я мало где встречала вот такие вот общины, как семья, место, которые друг за другом все горой. И я желаю, чтобы вот ваши эти традиции, которые вы чтите, они продолжали переходить из поколения в поколение. И чтобы вот эта чайхана, в которой мы сейчас сидим, она продолжала существовать. И сейчас собираемся мы, потом будут собираться они и также передавать эти истории и опыт своим детям, внукам и правнукам. В общем, за вас и за ваши традиции, за чайхану. Спасибо вам огромное. Вы очень душевнейшие люди. Программу бедного туриста в Самарканде я выполнил. Погулял, зашел в сувенирную лавку, пофотографировался. Пора начинать богатую программу. Я заказал себе персональное лазерное шоу за две тысячи долларов прямо на площади Регистан. На мое персональное шоу собрались посмотреть сотни любопытных узбекских глаз. Ну не прогонять же мне их. Солнце, и не светло, но вновь. Здесь, вновь, вновь, вновь. Всевышнего ребенка пора планету встретиться. Он все отморят. Отделил тот час, и дал, и день, и ночи. И без прикос, он создал мироздание. И человек, он будет как творец. Это не просто спецэффекты. В этом шоу вся история шелкового пути. Появление Самарканда и самого Узбекистана. Такое ощущение, что на меня просто свалилась вся история и все значение этого места. И самое странное, что такого эффекта, такой атмосферы добились тем, что смешали современные технологии и такой древний город. Это очень круто. Итак, пришло время сдержать обещание, которое я дал в Пхеньяне. Там у меня бутылку спрятать не получилось, поэтому в Узбекистане прячу две. Хватит уже болтать, пойдем прятать, люди ходят, не нуди. Прячу. Первая бутылка ждет кладоискателей в Самарканде. От улицы Шахизинда спускайтесь на улицу Дагбицкую. Через 300 метров сверните налево и на старом бетонном заборе ищите 100 долларов. А вторая бутылка спрятана в Ташкенте. Отправляйтесь на Малую кольцевую дорогу, от остановки Карасарой идите к реке, там в трубе и лежат еще 100 баксов. Удачи! Вот сюда, в самую верхнюю дырку. Каждый второй турист, который приезжает в Узбекистан, едет в Самарканд. В прошлом году сюда приехало почти миллион путешественников. Неудивительно, что здесь на каждом шагу отели, 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 отели. Мне приглянулся отель с восточным колоритом – Эмирхан. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мне нужен самый лучший номер. Пожалуйста, ваши ключики. Спасибо. Хорошего проживания. Я целый день гулял в какой-то восточной сказке, а теперь остаюсь в ней на ночь. Блин, тут так все блестит, сверкает. Такое все золотое. Это какая-то опочивальня самаркандской принцессы. Ну почему она розовая? Ну почему? Ну меня же Настя засмеет. Я называю этот стиль изысканной безвкусицы. Цыганский барон был бы в восторге, но шведский дизайнер тут же бы застрелился. Ладно, зато такое мягкое. Здравствуйте. В Узбекистане культ еды. Главное развлечение узбеков – вкусненько, сытненько и плотненько покушать. Если вы думали, что вкусно поесть любят итальянцы и французы, то вы просто не видели, какие застолья устраивают узбеки. Свадьба на тысячу человек – это так, скромненькие посиделки. Ну что, запасаемся таблетками для пищеварения и объявляем второй день праздником живота. Причем по карману этот праздник не только обладателем золотой карты. В Узбекистане можно есть до отвала и не считать денег. Утро Узбека начинается с чаепития. В Узбекистане есть поговорка – чая не пьешь – откуда силы берешь. Сейчас я расскажу вам все об узбекском чаепитии. Для начала давайте выучим, как будет чай на узбекском. Тут ничего сложного – чой. Тут принято пить три вида чоя. Если вы желанный гость, в Узбекистане вам вот так вот чой не нальют. Нальют совсем чуть-чуть, чтобы вы как можно чаще обращались к хозяину за добавкой. Чой здесь пьют не из чашек, а из вот такой вот пиалы. Хотя я думал, что это чашка. Что узбеки пьют на завтрак Евсей уже показал. А вот отгадайте, что они едят? Яичницу? Бутерброд? Овсяночку? Или плов? Правильный ответ – плов. В Ташкенте лучше всего его пробовать в центре. В центре плова. Это просто какая-то империя плова. Здесь его готовят в огромных бассейнах 2 на 2 метра. Это просто целый океан плова. В Узбекистане больше двухсот видов плова. Они делятся по назначению. Например, праздничный, свадебный. Или по городам, где его придумали. Ферганский, ташкентский, кашкадыринский. А это что за плов? Празничный, ташкентский. А, там вот и мяско я вижу на столе, и яички. Это можно все… В одном казане готовится. И все добавить. Класс. Не поддельница, а все в одном месте готовится. Обалдеть. Плов начинает готовить в 5 утра. И готовят только мужчины. Они забрасывают в эти казаны крупно рубленые куски говядины. Отборный харизмский рис. Желтую морковь сорта мушак. Кстати, от природы морковка именно желтая. А оранжевая – это уже искусственно выведенный сорт. Добавляют горох нут. И единственный подходящий для плова сорт самаркандского изюма из местности Челак. Несколько часов все жарится. Шкварится. Тушится. И уже к 11 утра здесь выстраиваются огромные очереди. Друзья, могу сказать, что аромат, конечно, просто фантастический. Пахнет изумительно. Приходить в центр плова нужно пораньше. Его тут покупают тарелками. Кастрюльками. Огромными тазиками. И к обеду уже ничего не остается. Здрасте, а можно мне эту тарелочку побольше? Я решила взять двойную порцию плова. 42 тысячи. 5 долларов. Могу себе позволить. Ну что, праздничный узбекский плов врывается ко мне в рост. Погнали. На удивление плов вообще не жирный. У него такой, знаете, не маслянистый. Хотя в этом бассейне, из которого его набрали, там было масло прям, ну в нем купаться можно было. И он вкусный. Пока плотный завтрак усваивается, я решил устроить себе культурную программу. Знаете, какой самый дорогой сувенир, который когда-либо вывозили из Узбекистана? Шелковый ковер. Они славятся своей прочностью. Даже если два КамАЗа будут растягивать, не порвут. Гарантия 50 лет. Ну и цены соответствующие. В Самарканде до сих пор есть места, где их делают по старинным технологиям, которым уже больше 700 лет. А сейчас время для настоящего волшебства. Я покажу вам, как вот это превращается в это. Знакомьтесь, это бабочка-тутовый шелкопряд. А это кокон, который ее бусеница сплела из своей слюны. Коконы собирают до того, как из них вылетит бабочка, чтобы не повредить шелковую нить. Затем их вываривают и начинают распутывать. С одного кокона получают целый километр шелковой нити. А вот так выглядит уже распущенный кокон шелкопряда. Шелковые нити сверхпрочные. Плюс из-за вещества, которые в них содержатся, шелковые ткани не ест моль. А вот в таких казанах шелковые нити красят. Красят только натуральными красками, которые дала природа. Синий красит крошка минерала лазурит. Коричневый – корень марены. Красный – корки граната. А вот тут шелковые нити превращаются в ковры. На самом деле, когда пытаешься со стороны посмотреть, что происходит, видишь только какие-то абсолютно неуловимые для глаза движения рук, как будто работает какая-то швейная машинка. Но очень хотелось бы разобраться в этом процессе. Извините, а можно мне где-нибудь попробовать завязать узелок? Так, берем белую шелковую нить. Пропускаем под нить цветную. Берем вторую шелковую. Так, подцепляем. Так? Да, да. Это что, я завязал что ли? Да, да. Да ладно. Ну, уже целый узелок в минуту. За это время местные мастерицы вяжут не меньше двадцати узелков. А сколько времени уходит на такой ковер прям с нуля до финального результата? Полгода, ребята. Это ж реально на полу может лежать полгода чьей-то жизни. Я начинаю по-другому смотреть на ковры. Что, все, перерыв закончился? Сейчас пойдем. Просто очень интересная игра получилась. И соперники такие классные попались. Ты в следующий раз тоже присоединяйся. Я тебя научу, как нужно играть, чтобы никто не угадал твои действия. Ладно, все, идем, 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 идем. А я решила продолжить свое знакомство с местной едой. Лучше всего это сделать на самом большом и самом старом рынке Ташкента – Чурсу. Представляете, до крещения Руси оставалось еще 300 лет, а здесь уже вовсю торговали. Рынок, конечно, впечатляет своими размерами, он просто огроменный. Но я думаю, это все для того, чтобы весь урожай, который собирают в Узбекистане, влез. Если есть рог изобилия, то в Ташкенте огромная пиала изобилия. Тут есть все, чего душа пожелает. Из понятного – овощи, фрукты, зелень, мясо, соленья, специи, барбарис, арбузы, орехи и сухофрукты. Здравствуйте. Что это? Изюм. А, изюм. А почему он такой? Самый большой изюм. То, что нужно. Самый хороший. Ммм. Маленький не такой вкусный, как большой. Вот зрители постоянно обвиняют нас в том, что мы пробуем еду на рынке и никогда ничего не покупаем. Пришло время изменить ситуацию. Я нахожусь в Ташкенте именно в сезон дынь. А все знают или многие, что Узбекистан славится дыньками и грех не попробовать. Настя, можно попробовать дыньку? Ммм, черт подери. Это очень вкусно. Сколько стоит одна? Большой 15-ти, маленький 10-ти. Очень сладкий. Супер. Кроме понятного, тут еще горы чего-то непонятного. Какие-то белые шарики. Это соленый сыр. У местных что-то вроде снеков. В древности сырные шарики брали с собой путники. Потому что они очень питательные и долго не портятся. Это камни? Глина, глина. Глина? А зачем? Для чего? Кальций. А можно попробовать? Можно. Просто так берешь и грызешь глину? Да. Эти камни – пищевая глина. В ней много минералов и полезных микроэлементов. Поэтому ее часто употребляют беременные женщины. В прошлый раз Антон Лаврентьев о ней уже рассказывал и узбеки почему-то обиделись. Но, по-моему, из песни слов не выкинешь. В этом нет ничего плохого и зазорного. Ну это тупо мел. Интересный народ. Две тысячи. Две тысячи. За глину. Прекрасный тост. Здравствуйте. Здравствуйте. А что это? Это хасиб называется. Кишки? Кишка. А можно попробовать? Конечно. Это популярное узбекское блюдо колбаса хасиб из конской кишки с рисом и потрохами. Ммм, звучит аппетитно. Ну ладно. Знаете, очаровательное блюдо. Зачем я сожрал его целиком? Вопрос без ответа. Мне кажется, я уже ничего не хочу. У меня килограмм жира во рту. Ничего страшного. Очень много жира в массе, что у меня сводит рот. А он еще, знаете, такой вот там вздулся джурь. Уже вздулся, да? И он так еще во рту вот такой лопнулся. Ну а это я решила не покупать. По крайней мере себе. Вам нравится, да, вот эта штука? Да. Вкусная? Да, да. Давайте я вас угощу. Мой праздник живота продолжается. Конечно, визитка узбекской кухни – это плов. Но на обороте этой визитки, конечно же, будет шашлык. Ух, ничего себе. Шашлык – это древнейшее блюдо. Когда человек научился добывать огонь, наверное, в этот же день и появился шашлык. Но узбеки не поддались течению времени, не перешли на картошку фри и бургеры, а продолжают есть шашлык. Но для разнообразия придумали десятки его видов. Конечно, я иду пробовать. Ну, начнем с шашлычного рулета. Это явно что-то из говядины. Но есть какое-то странное послевкусие. Скажите, пожалуйста, что здесь кроме говядины? Бараний жир. Так, это у нас шашлык с перепеленным яйцом. Здесь внутри запечено яйцо, поэтому он гораздо менее жирный, чем классический шашлык с говядиной. Это что-то светлое. Очень похоже на куриное мясо. Но я не уверен. Это деликатес. Меня пугает слово деликатес. А что это за деликатес? Ну, это как бы вытянется. А этот деликатес у вас пользуется популярностью? Это для мучшего здоровья. А вы этот деликатес пробовали? Ну да. Ну я хоть не один. О, пошла баранина. Прикольное сочетание. Оливки, говяжья вырезка, говяжий жир и черный перец. Большой бутерброд на шампуре из мяса и жира. Это самый знаменитый шашлык в Самарканде. Наполеон. Называется так, потому что такой же слоеный, как и торт Наполеон. Мясо нарезано очень тонкими ломтиками. За счет этого оно круто прожаривается. И прям, можно сказать, тает во рту. Это Костя. Ой. Простите. Кажется, это не так едет. Это красная рыба. Очень круто подобраны специи. А это тоже деликатес? Нет, это зыр. Это очень вкусно. Клевый набор специй. Соль, перец. Но даже вот такую штучку я съесть не смогу. Это для меня слишком жирно. Такое со мной впервые. Чтобы за один обед попробовать 20 с лишним видов шашлыка. Такое возможно только в Узбекистане. Вечером я вернулся в Ташкент и решил закончить свой узбекский уикенд по местным традициям. Устроить себе настоящее застолье в дорогом ресторане. Салам алейкум. Салам алейкум. Добро пожаловать. Спасибо. Ух ты. Да ладно, это все мне. Да, в такой момент хочется прям стать принцем из восточной сказки. Красивым, с манерами. Жалко, что я так не умею. Буду просто есть. Я думал, что меня уже ничем не удивить. Но на первое мне принесли суп шурпа в айве. А на второе жаркое казон кабоб в тыкве. Кажется, я себя переоценил. Мне нужна помощь друга. И я точно знаю, кого позвать. Идем его. Эх, Настенька. У меня есть всё. Узбекистан, он странный. С одной стороны, попадаешь сюда и получаешь такую порцию впечатлений, что хватит на пять книг восточных сказок. Мечети, дворцы, люди. А с другой, тут почему-то с опаской относятся к приезжим. Будто боятся, что мы увидим что-то не то. На этом наша съемка закончилась. А зря, узбеки, вам есть что показать миру. Только я один как дурак на Роллс-ройсе. Я так больше не буду. У меня килограмм жира во рту. Ну я хоть не один. Азиз фарм лари мис. Почему она розовая? Неловко получается. Маленький не такой вкусный, как большой. Но фото, но видео. Но фото, но видео, Саша, но фото, но видео. Ну, так. Добро пожаловать. Ничего себе, Евсеюшка. Ты знаешь, я по привычке хотела тебя начать уничтожать, но ты знаешь, как тетю Настю задобрить. Это правда. Чувствую себя как королева. У нас тут баранинка, сладкая, крупчики. Я не знаю, как называется. Я разберусь. Ты лучше расскажи мне тут, как Ташкент. А я в Самарканде был. А, точно. Ну и что там интересненького? Да вообще все. Ты как будто в тринадцатом веке гуляешь, прям всякие исторические улочки, древние мечети. Но, кстати, при этом световые шоу, современные отели, всякие крутые тачки, это, кстати, тыква. Я люблю тыкву. Как у тебя это прошло? Все топчик. Ташкент топчик, люди топчик. Ну, красиво вот это, разнообразно, плов, сумасшедший. Столько всего. Я не умею танцевать в восточные танцы, Евсеюшка, но вы делаете это так классно, что мне тоже хочется танцовать. Дорогие друзья, в этом великолепном танце, я хочу сказать вам, увидимся в следующем городе. Вот такой вот Ташкент, друзья. В следующем городе. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...